Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель, которая недавно вернулась на проект, из-за открывшегося кровотечения была экстренно госпитализирована. Теперь её беременность под большим вопросом. Многие зрители не верят Рапунцель и считают, что этот ход был вполне предсказуемым. Она на всем готова заработать. На проект пришла новенькая участница. Это Марина, ей 23 года, она из Севастополя. Пришла к Алексею Купину. Со второй участницей Кристиной мы вас уже знакомили. Стали известны некоторые факты о ней. Девушка-кандидат в мастера спорта по боксу, весит всего 36 килограммов. У неё 4 перелома носа. В свои 19 она уже была 3 года в отношениях, но с молодым человеком рассталась, так как он поднимал на неё руку. Марина Африкантова и Рома Капаклы пришли к компромиссу. «Я не буду общаться с Машей 10 дней», пишет Африкантова. «Если ведущие увидят, что мы общаемся, то Машу отправят на острова». Марина публикует снимки со своей новой фотосессии. Алексей Самсонов вместе со своей женой Юлией перестали скрывать лицо сына Мирона. «Знакомьтесь, Мирон Алексеевич», пишет Юлия. «Тут нам 3 месяца». Стало известно о конфликте Вики Романеца Антона Гусева с соседями по посёлку. Они недовольны регулярными скандалами парочки, а также тем, что Вика устраивает фотосессии, на которых палит их дома и машины. У жителей этого посёлка даже есть свой закрытый чат, где не обсуждают Вику и Антона. Романец считает, что всё это происки антифанатов. Татьяна Владимировна Африкантова подняла вопрос о зарплатах участников. Считалось, что средний доход топового домовца не более 150 тысяч. Женщина уверяет, что это уже не так. «Какие 150 тысяч?» – говорит она. «Да сейчас в России что такое 150 тысяч?» «Ничего. Топовые девчонки на проекте получают по 300 тысяч. А сколько получает Мариночка, вам и не снилось». Также она похвасталась результатами омолаживающих процедур, сделанных в Дубае. Она пишет, что родные её не узнали и планирует после Нового года вновь отправиться в Дубай и отвезти туда всех желающих омолодиться. После недавнего эфира стало понятно, почему Саша Черно не худеет. Зрители пришли в ужас, когда увидели, что на завтрак Саша приготовила себе целую кастрюлю макарон с майонезом, жирную поджарку и тазик салата, который был заправлен всё тем же майонезом. Недавно продюсер Максим Фадеев объявлял кастинг в группу «Серебро». Многие бывшие участницы проекта решили попробовать свои силы в нём. Но им не удалось пройти кастинг. Фадеев написал, что с такой репутацией это просто невозможно. «Мы ищем личностей», – сказал он, а не героев некогда популярных телешоу. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.